Всем здравствуйте! Подъезжаем к отелю Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa. Кому интересно, вот такой вот подъезд. Эта дорога отделяет от главной трассы этот отель. Проезжаем по мосту. Ага, вот такой фонтанчик милый достаточно. Это будет ваш вид с левой стороны. Посмотрите, как красиво. Мост, по которому мы только что проехали. Смотрите, сейчас утро и каждое утро. Вот это прям отличает отель от других каких-то отелей. Просто настолько ухаживают за территорией. Посмотрите, поливаются все зелененько. Этот запах просто волшебный. Сосны. Вот такой вид будет вас ждать, если вы берете стандартный номер. В главном корпусе. Ну, собственно, вот так. Идем на завтрак. Здесь даже соты медовые. У них меняют. Йогурты. Смотрим дальше. Печенюшки, сухофрукты, оливки. Сколько видов. Секция колбасная. Можно сделать себе вкуснейший сэндвич с утра. Сыры. Только я насчитала здесь 27 сортов сыра. Представьте, завтрак. Очень классно. Здесь масло и хлебобулочная секция. Булочки, рогалики. То есть на любой вкус. Молочные супы с утра. В обед здесь суповая секция. Идем дальше. Смотрим. Секция гриль. Вечером в добавлении к этой секции еще на улице появляется... Обойдем людей. Появляется другая секция. Там прямо на мангале, на огне. Что-то жарят. Рыбу, мясо. То есть ужины выглядят по-другому. Варенье. Варенье в упаковочках. Хлопья. Смотрим, что здесь еще. Овощи, сосиски, яйца, кашки. Обычные стандартные завтраки. Людей мало пока. Фрукты нарезанные. Фрукты целые. С завтраками понятно. Обеды выглядят вот такого плана. Смотрите. То есть вот прям остаться голодным здесь, ну, ну никак. Ну, возможно, если там вы прям гурман. Тогда, конечно, придется что-то с этим делать. А так все что угодно. Соленье, варенье, супы. Это терраска, на которой приятнее посидеть, чем внутри. Пообедать или поужинать. И вот так вот она выглядит вечером. Оживленненько. Голодные люди собрались поужинать. Это терраса сверху. Номера с видом на поляну и частично на море и бассейн. Буйство зелени разной. Но воздух, цикады, это просто шикарно. Вечером эта терраса более оживленная, потому что там проходят мероприятия. И вот смотрите, как выглядит сверху нижняя ресторанная терраска. Вход в лобби. С левой стороны бассейна. Смотрим на номера, потому что с другой стороны мы посмотрели уже. Здесь номера похожие. Решетчатые балконы. Хочу сказать, есть проблема в этом отеле это звукоизоляция. Плюс к тому, если вы любите покой, то вам не стоит брать с этой стороны, потому что покой вам будет только сниться. Во-первых, будет шум от бассейна. Это здесь у нас столовая сразу, ресторан. То есть от бассейна. И до поздней ночи, вот в той стороне, в этой, музыка. Идем гуляем дальше. Это главный бассейн. Здесь с утра проходят мероприятия, как акваэробика, какие-то еще игры. Пул-бар открывается в 11 и до 12 ночи. Идем, смотрим дальше. Это тропинка к пляжу. Второй бассейн. Он более спокойный. Здесь никогда нет музыки. Это для людей, кто хочет спокойно полежать, без шума, посторонних звуков. Кто-то с детьми. Сейчас мы его обойдем, посмотрим, что там дальше. Дальше горки. Работают несколько часов в день. Здесь такой навес для занятия йоги. Дальше домик. Здесь бургеры подают в течение дня. Они просто волшебные. Можно здесь посидеть за столиками, покушать. А вечером это все превращается в ресторан а-ля карт. Выглядит вот так. Кстати, кто не знает, вы за время вашего пребывания в отеле имеете право в одном из ресторанов а-ля карт взять бесплатный ужин. Так что спрашивайте, потому что об этом они, конечно, не инструктируют. Живая музыка вечером. В принципе, приятно посидеть, покушать что-то с гриля. То есть они прям жарят, как шашлык на мангале. И мясо, и рыбу. Приятно. Здесь гюзлеме. Турецкие лепешки. Можете тоже бесплатно кушать целый день. Такие вот рядышком навесики. Можно скрыться от жары. Просто посидеть. Дальше идем на пляж. Посмотрим, много ли там людей. Люди есть немного. Есть еще те, кто встают раньше нас. Прекрасная погода. Песочек. Камушки есть только при входе в море. И то они мелкие, и они очень приятные. То есть нет никакой проблемы, что ногам не больно. А так дно полностью песочное. Можно погулять. Здесь лодочная станция. Имеются также кабаны. Такие вот домики. К каждому домику тропинка. Их нужно бронировать заранее. Цена кабаны за день 45 евро. И что вы получаете за 45 евро? Это бутылка шампанского, фрукты и сервис. Ну, а также безлимитный алкоголь, напитки. И сервис заключается в том, что что вы хотите, вам принесут. Да, вот так вот выглядит. Здесь можно поспать. Ну, конечно, приятно, когда на улице жара. А здесь можно просто покушать и поспать сразу, когда на пляже жарковато. Так что можно полежать, покайфовать. Вечерний вид террасы, которую мы видели уже. Зайдем посмотрим в лобби. Мне очень нравится вечерний вид лобби. Так все как-то уютно. Все отдыхают, слушают музыку. Кто-то что-то пьет, кто-то что-то кушает. Очень приятно побыть, посидеть здесь. Также можно полежать на шезлонгах возле бассейна. Он освещается, не выключается ночью. Очень приятно. Путь в номер. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok